Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эгрон Лунгрен. Шведский художник и писатель. Родился 18 декабря 1815 года в Стокгольме. Сын фабриканта с 1829 учился в технологическом институте, специализируясь на обработке горных пород. Затем он некоторое время работал и на пушечном литейном заводе в Флинспонге. В возрасте 20 лет, в 1835, Лунгрен поступил в Королевскую художественную академию в Стокгольме. После ее окончания в 1839 году он отправился в Париже, где он был два года учеником в художественном ателье Леона Канье. После парижской практики Лунгрен отправился в Италию, в Рим, проработав на новом месте около 8 лет. В Италии художник окончательно отказался от живописием масляными красками, отдав предпочтение рисунку акварелью и гуашью. После Италии двинулся в Испанию, а оттуда через некоторое время переехал в Англию. По запросу королевы Виктории иллюстрировал сцены комедийных произведений Уильяма Шекспира. После начала войны в Индии в 1858 году одна из компаний предложила художнику финансирование командировкой в Индию с целью отражения военных событий того времени в качестве художника-баталиста. Из Индии Лунгрен вернулся с 500 рисунками, сделав выставку своих произведений, после чего присоединился к художественному сообществу Королевского общества акварелистов. В 1860-м вернулся в Швецию, позже посетил Египет, Испанию и Англию. Две последние страны, Испания и Англия, стали богатым источником мотивов и вдохновения для рисунков художника, большая часть которых сегодня хранится в Англии. Лунгрен известен своим прекрасным мастерством владения тонкими цветовыми оттенками, способностью необычайно и чутко передавать взаимосвязь света и тени, с помощью скромных штрихов мастерством подчеркивать и выделять самое примечательное, обычно оставляя на заднем плане неточно отраженные детали. Подобно его широкой известности как акварелиста в художественных кругах Англии, Лунгрен приобрел репутацию талантливого писателя-документалиста в Швеции. Похоронен на кладбище в Стокгольме. Его работы можно видеть в Национальном музее и Гетеборгском государственном музее. Его честь названа улица в жилом районе – Эгрон Лунгрен Вэг. Ну вот так вкратце из переводной википедии о шведском художнике и писателе Эгрон Селив Лунгрен. Пока-пока, до свидания, смотрим, работаем.